Гугл проанализировал запросы и составил карту, сколько раз умирал Путин. Наибольшее количество упоминаний его смертей, около сотни, пришлось на 2014-й от болезни Аспергера. Не подкачал и прошлый год. 60 раз различные издания хоронили бункерного деда от болезни Паркинсона. Но, как видите, хоть весь мир един в своем желании поскорее избавиться от деда, он как Кощей, жив, здоров и довольно упитан. Если, конечно, это не двойник. С вами Нехта, самые актуальные новости к этому часу. Украинские военные героически сражаются за Северодонецк, а Гайдай троллит Кадырова. Главный по тиктоку на России рассказал, что гордо взят, однако немного ошибся. Вероятность нового наступления на Киев все еще высока. Диктатор играет свой спектакль и боится быть свергнутым либо Путиным, либо своим народом. Вот это из продолжения той же самой сказки, что Украина готовится якобы к нападению на Беларусь, поэтому Беларусь проводит все эти учения, готовит свою армию и вот даже начала минировать собственную территорию. Чудом избежал санкций. Главарь московского патриархата был на волосок от ограничений, однако его спас Орбан. Этот парень, одетый в рязу патриарха, на самом деле является очень близким сообщником Владимира Путина, выполняя его желания. Самолет оккупантов утром обстрелял территорию Сумщины. Шерст среди гражданского населения нет. Неспокоенным было утро и в Одесской области. Из самолетов расшисты выпустили несколько крылатых ракет. Коношенков уже соврал, как обычно, про то, что-то типа высокоточных ракет, попадание в военный объект, ну или то, что украинские военные прятали среди объектов гражданской инфраструктуры. Также в районе дачной Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В больном мозгу рашистов своя реальность, однако вот сарай, который разрушен рашистским оружием. Пожар потушили спасатели. На ферме в Одесской области сгорел склад и пострадали два человека. На жаль, декілька кораблів-носиїв крылатых ракет залишаються в Чорному морю. Є також там надводні кораблі, перш за все, великі десантні кораблі. Ворог намагається зміцнювати свій плацдарм на острові Зміїному, але не все в свій час. Ворога буде знищено не лише в морі, а на суходолі. Пам'ятаєте про небезпеку і високу ймовірність несення ракетних ударів по Одессі та області? Ти, хто збиралася взяти Київ за три дні, до сих пор не можуть взяти Сєвєродонецьк. Уже десятый день, як почався массований штурм областного центра Луганської області. Рашисты кинули на його завоєвання все резерви, там йдуть улічні бої. Українська армія відбила 9 атак врага. П'ятеро погибших в Горской громаді, це неподалеку від областного центра. Шість ракет попало по многоэтажкам в Сєвєродонецьке. Важка ситуація залишається в області в цілому, а Сєвєродонець зараз це просто концентрація бойових дій, тому що російська армія, ну, розуміємо, що кидає всі сили, всі резерви свої. І саме на цей напрямок їм попередньо вдалося все ж таки захопити більшу частину міста, але зараз наші військові їх посунули. Вони дійсно отримують величезні втрати, і я так розумію, що, знаєте, все ж таки кадирівці, вони не воюють на передньому плані. А тут вони вирішили, що все, місто вже їх, можливо, повірили в свою брехню, тому зайшли в місто, і там вже навіть в кадирівці, в яких втрати бувають достатньо рідко, тому що вони, ще раз говорю, не воюють на передньому плані. Але навіть тут вони мають певні втрати. Глава Луганського благосадміністрації також патрулил главного Дона Росії. Тот бодро рапортовав о взятий з Свердонецка, о нових тіктоках і о том, що Гайдай збіжав. Однак українці все ще держат оборону і даже гонять кадировців. Дон-Дон зі своїми посіпаками брехав про те, що мене безпосередньо нема, десь я там за сотні кілометрів. Дон-Дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватому хворому діту, а не нам. Краще після вчорашнього бою в Свердонецьку порахуй своїх бійців. Тебе там не вистачає. Вторая самая горячая точка на карте Украины – Славянск. Окупанты стягивают туда все силы, которые у них остались. На этом направлении сосредоточены уже 20 батальйонно-тактических груп, по 800 человек каждая. Лиман практически стерт с лица земли. Окупанты не заботятся о том, чтобы перезахоронить ими же убитых в Мариуполе. Об этом сообщают местные власти. Братские могилы разрослись вокруг города непомерно. Да, и рук, чтобы разгребать завал, не хватает. Поэтому остатки конструкций домов вывозят на мусорную свалку вместе с погибшими. Если помните, где-то на стыке марта-апреля выходило пропагандистское видео, там, где по левобережью, по нашому проспекту, по улице Пашковского, едут русские танки и просто расстреливают дома, как ни попадя, что называется. Вот буквально на днях приступили российское МЧС к разбору завалов в этих домах, которые же и же танком были показательно расстреляны. И вчера достали из-под завалов еще шесть тел убитых наших мариупольцев, пять мужчин, одна женщина. То есть вот эти вот преступления российские, уже просто убийства ради пропагандистских роликов, это просто реальность стала Мариуполя. Ну и в целом гуманитарная ситуация становится хуже, хуже и хуже. Вчера оккупационная власть вместе с их силовым блоком проводила очередное совещание, организовали так называемый штаб территориальной обороны, в общем, берут все косплеи, уже все копии абсолютно из Украины. Так вот, по решению негласному этого штаба закрывают город на выезд абсолютно, даже в середину области, та, которая оккупирована, в связи с эпидемической угрозой холеры. Есть гарантия, что пленные азовцы не будут расстреляны в плену. Об этом заявил бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун. Переговорами об освобождении защитников Мариуполя занимается международная коалиция. Она давала гарантии, что украинских военных обменяют на российских. В настоящее время все украинские герои находятся под защитой Красного Креста. Единственное, что она не позволила своим марионеткам влаштовать это на своей территории, потому что там же есть, нибудь, умовно смертная кара, и они их всех переместили на свою территорию. Но это даёт гарантии того, что они, по крайней мере, хотя бы не будут... Страчены? Они будут, да, уничтожены, расстреляны. А вот, если мы будем видеть шоу по суду, я думаю, что мы будем видеть это шоу. Для России это важно. Это тот фритиш, на который она и рассчитывает. То есть, для них азовцы, это и есть вся вся спецоперация. Они на ней все и строили. В изюме Харьковской области полегла почти вся 35-я общевоинская армия России. А всё из-за некомпетентности командиров. Об этом сообщает Институт изучения войны. Командование не учло боевых вызовов, тяжёлая артиллерия не вовремя ремонтировалась, а подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием. По сведениям Института, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами. Продолжает поливать командование, на чём свет стоит, и террорист Гиркин. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода, и как ФСБшник рассказывает о просчётах рашистских генералов. Две ракеты, первая в нос, вторая в корму. Обе ниже ватерлинии. Сначала взорвался артиллерийский погреб 130-мм башни в результате попадания первой ракеты. Потом сдетонировали боеприпасы к двум вулканам. Это две зенитные пушки, там многоствольные. Задымление, выведенный из строя был командный пункт С-300. Установки, они даже не были раскрыты. И в этот момент ещё вторая ракета попадает в трюм, в корме, соответственно, крейсер ложится на бок и через какое-то время тонет. От одного до трёх часов более точно не знаю. Отец одного из погибших на Москве матросов, Дмитрий Шкребец, продолжает отбивать пороги разных инстанций, чтобы признать сына погибшим. Накануне написал в соцсети. У него отобрали ноутбук за якобы террористическую деятельность. Напомню, флагман российского флота крейсера «Москва» затонул 13 апреля из-за обстрелов украинскими ракетами «Нептун». На его борту было около 800 человек. Рашисты продолжают врать о причинах затопления и многочисленных смертях даже родителям погибших. Вероятность очередной попытки наступления на Киев остаётся высокой. Об этом заявил полковник СБУ и нардеп Роман Костенко. От Лукашенко можно ожидать всего, чего угодно. Либо снова постят по территории Беларуси путинские войска, либо его дожмёт Путин открыть фронт самому. У нас сейчас вопрос стоит по Беларуси. Беларусь тоже наш враг. И мы это понимаем. Страна, которая дала возможность нашему врагу использовать свою территорию, чтобы убивать наших мирных жителей. Их власть, в первую очередь, это наши враги. И мы сейчас поставили свои войска и вынуждены держать их на территории Беларуси на границе. Это ещё 1080 километров границы с таким учётом, что белорусы наш враг и могут тоже завести войска. Уже сейчас более 20% вылетов боевых самолётов осуществляется с территории Беларуси. Это по данным Генштаба ВСУ. Белорусская армия минирует дороги и мосты в приграничных с Украиной районах. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, эти действия не более чем спектакль. Лукашенко может отдать приказ о наступлении, только если Путин припугнёт его отстранением от власти. Недополковник также понимает, открытая война с Украиной может повлечь социальный взрыв внутри страны, ведь белорусы в большинстве своём боевые действия не поддерживают. Поэтому диктатору приходится маневрировать между двумя главными страхами – быть свергнутым либо Путиным, либо своим народом. Вспомните знаменитую фразу Лукашенко, которая стала уже мемом и обошла весь интернет, что я вам сейчас покажу карту, откуда собиралась Украина ударить по Белоруссии. Вот это из продолжения той же самой сказки, что Украина готовится якобы к нападению на Беларусь, поэтому Беларусь проводит все эти учения, готовит свою армию и даже начала минировать собственную территорию. Скорее всего, поэтому Лукашенко будет объяснять Путину, что он не может напасть на Украину, вторгнуться, потому что он готовится к обороне, и завтра или сегодня Украина может напасть на Беларусь. Вот такой вот спектакль продолжается спектакль с одним зрителем. Как мы уже говорили ранее, зритель Путин, а спектакль разыгрывает все вооруженные силы Белоруссии под руководством их самопровозглашенного начальника. Волковичей шкуре и с крестом в районе Пупка чудесным образом не попал в шестой пакет санкций ЕС против России. Патриарха Кирилла в последний момент исключили из черного списка. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Избежать санкций путинскому прихлебателю в Риасе удалось благодаря венгерскому премьеру Орбану. Венгрия пригласила снова блокировать шестой пакет. Если не уберут оттуда ФСБшника в Риасе. И дожала ЕС манипуляцией их же ценностями. Мол, Кирилл под санкциями – это нарушение свободы вероисповедания. Этот парень, одетый в Риасу патриарха, на самом деле является очень близким сообщником Владимира Путина, выполняя его желания и благословляя его злодеяния в Украине. Кирилл вполне заслужил санкции. И я осуждаю Виктора Орбана за его позицию и шантаж. Напомню, ввести санкции против Кирилла предложила Литва. Он неоднократно высказывался в поддержку убийств украинцев. Евродепутаты согласились. Однако на кону стояла нефть и поп, за которых уцепилась Венгрия. Старговались на нефти. Так что Кирилл все еще спокойно может кататься по храмам в Европе и пользоваться своими счетами в заграничных банках. Однако Украина будет продолжать добиваться санкций, заявили в украинском МИД. Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. Украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, чиновников, пропагандистов, военных преступников. МИД работает с партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство. Указ подписал украинский президент Зеленский. Напомню, в России Невзоров заочно арестован за распространение фейков о российской армии. Зацепкой для путинских следователей стал его пост о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе. И это не было его единственным антипутинским и антивоенным высказыванием. Невзоров сейчас живет за границей, но украинцы неоднозначно восприняли предоставление гражданства россиянину. Ведь когда-то Невзоров был даже доверенным лицом Путина. А я никогда не скрывал того, что я в свое время болел фашизмом, переболелым. Но благодаря этому я очень хорошо знаю его, очень хорошо знаю его симптомы, знаю его слабые стороны, знаю его проявления, знаю его нюансы. Знаю те ощущения, которые он дарит и то, чего он панически боится. Я могу сказать, что я не отказался бы никогда от того опыта, который у меня есть. Потому что именно этот опыт и делает меня максимально страшным на идеологическом фронте. И если бы у меня его не было, поверьте, я, наверное, не имел бы такой сумасшедшей аудитории сегодня. Аудитории, которая состоит только из людей человеческих, либеральных взглядов. Харьковчанка Аюна Морозова чудом выжила после бомбежки здания областной администрации в центре города. 1 марта девушка волонтерила на кухне, когда прилетела рашистская ракета и она оказалась под завалами. Ее искали более трех часов. Аюна, наполовину бурятка, рассказала, что прекратила общение с родственниками из-за своих антивоенных и проукраинских взглядов. Меня сначала услышали после первого удара, а второй удар в крышу, он уже так очень плотно закопал. И уже казалось, что заканчивается воздух, уже плакала. И я, когда начала видеть, темнота эта прошла, когда они расчистили, я очень удивилась, что мне надо выбираться наверх. Потому что я-то была наверху, то есть я провалилась туда, в подвал совсем. И я, фу, вышла живая. То есть у меня есть шрамы какие-то, на теле шрамы, но я ничего не сломала, и я целая. Я по происхождению наполовину бурятка, у меня очень сильные и серьезные разногласия с родителями, с бурятскими родственниками. У меня прекратило общение. 24 февраля изменило мировоззрение на 180 градусов. Здесь не может быть полутонов. Тут все однозначно. На этом у меня пока что все. Актуальная информация в телеграм-каналах нехта. А поддержать развитие наших ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх и распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей. И так еще больше людей узнает правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин